Международный заплыв на открытой воде X-Waters Nucleer прошел в Десногорске при поддержке атомщиков. За звание лучших соревновались спортсмены из 50 городов России, Белоруссии, Венгрии, Италии и ЛНР. 200 пловцов все вместе преодолели 837 километров в теплом, красивом и экологически чистом водохранилище Смоленской АЭС. Соревнования прошли при поддержке концерна Росэнергоатом, руководства и профсоюза Смоленской АЭС, администрации Десногорска. «Прошли они достойно. Удивляют с лучшей стороны отзывы участников, потому что сказали, что 21 заплыв был. Такой атмосферы, такой погоды, такого места они практически нигде не видели. Здесь удивило все». X-Waters – крупнейшая международная плавательная серия, основанная в России. Кроме спортивных целей, она ориентирована на путешествия со смыслом, знакомство с интересными местами мира, формирование ответственного отношения к окружающей среде. «Из-за своих особенностей водохранилище зимой почти не замерзает. Из этого фауна водохранилище представлено множеством видов, ценных пород рыб, а также водится пресноводная креветка и раки. Это, конечно, свидетельствует о чистоте воды и экологическом состоянии водохранилища». В Десногорском этапе X-Waters было четыре дистанции. Самую сложную, 10-километровую, считающуюся аналогом бегового марафона, выбрали самые опытные пловцы. В основном – призеры и победители чемпионатов России и Европы, настоящие амфибии. Среди них, к примеру, лидер клуба «Моржей» «Ледяной Союз» Наталья Гилёва, прежде добившаяся высот в синхронном плавании, а сейчас – собирающая медали на открытой воде. И в этот раз она лидировала. Дистанцию преодолела за 3 часа 31 минуту. Среди мужчин первым к финишу пришел мастер спорта Тимофей Легошин – 2 часа 36 минут. Чемпионат объединил людей разных профессий – бухгалтеров, юристов, маркетологов, аналитиков, продюсеров, инженеров, IT-специалистов, исследователей, увлекшихся этим экстремальным видом спорта. Для тех, кто стал осваивать открытую воду недавно, было предложено выбрать дистанции 1, 3 или 5 километров. Рядом всегда были патрулирующие лодки, спасатели МЧС, работал ГИМС и полиция. На трехкилометровую дистанцию вышли три сотрудника Смоленской АЭС. Они показали хороший результат. В категории М50 Андрей Безюков занял второе место, Игорь Улыбкин – третье, а Игорь Андреев завоевал серебро в абсолютном зачете и золото в категории М18. «Санимаюсь с 7 лет плаванием в бассейне. Открытую воду для себя открыл в режим пандемии, когда были закрыты все бассейны. Мероприятием очень доволен. Вода теплая, можно было даже без гидрокостюма плыть. Дистанция расставлена грамотно, организация грамотная, все понравилось». Трехкилометровую дистанцию преодолел пловец с ограниченными возможностями из Венгрии Томми Рокки. «Я очень полюбил Россию, плавание здесь, людей и вообще мое присутствие здесь. Я занимаюсь плаванием уже 7 лет. И за эти 7 лет я проплыл уже более 4 миллионов километров. Открытая вода, плавание на какой-то воде – это моя жизнь. И вместе с тренером мы вышли уже на такой профи-уровень. «Было немножко сложно, было течение, волны. По-разному чувствовал себя в воде. Иногда было полегче, иногда очень сложно. Солнце на финише светело уже в лицо, и было абсолютно не видно, куда я плыву. Но тем не менее, мне очень понравилось, прекрасно. По итогам заплыва участники награждены медалями и подарками. Абсолютные победители всех дистанций стали обладателями специальных призов от концерна «Росэнергоатом». Профсоюз Смоленской АЭС отметил самого юного пловца Егора Теплухина и самую взрослую пловчиху Елену Катаргину. Спасибо, Десногорск и жители Десногорска за ваше гостеприимство. Город прекрасный. И мне кажется, эта идея, которую нам принес Кирилл Синшинов, директор старта, устроить в атомном море атомный заплыв, она имеет огромный потенциал и, будем надеяться, станет хорошей, доброй местной традицией, на которую действительно будут приходить, участвовать и жители города, и коллективы других атомных станций. «Росэнергоатом»!